Не знаю, как это сделать. Так, что? Совсем. Екатерину хочу добавить Агафонову, у неё вот вопрос. У какой Екатерины? Агафоновой. Ну, я не знаю, наверное. Ну, давай говори, что дальше? Хочет приехать в Потеряевку, у неё это... Что-то вас не видно. Вот он. Ага. Ну, а что препятствует? С миром. С миром. Ну, вот Оля тут говорит, что хотите Потеряевку, я вас не знаю. Ну, порядки-то наши знаете какие? Да, я сейчас выглашена. Я вижу, вы одетая, всё подходящее. Оля, за Олей, если рядом будешь, то она всё тебе расскажет, что с собой взять. Не забудьте взять две простыни, потому что там стираться некогда, а ты на своей постели будешь лежать. Ну, и остальное там уже переговорить, что Вячеслав подскажет. Всё. Дело в том, что у меня муж, муж мой, муж пятидесятник. Ну, и что? Бери его с собой. Я сейчас... Итак, я его предлагаю, я предлагаю ему, а он категорически не хочет никак ни с вами побеседовать. И меня теперь не отпускает и говорит, что там непонятно. Сам, будучи, являясь в секте, он говорит, что это какая-то секта, это неправославная. И куда ты так далеко едешь? Ну, понятно, он не знает. А я-то их знаю. Я впервые Библию получил-то у пятидесятников. Скажи, поедем? Я пятидесятников хорошо знаю. В разных местах проповеди у них говорил. Пятидесятников не был я. Но я им говорил, что это за организация и как. Откуда она и как она перед Богом выглядит. Бери с собой, поговори. Я поговорила, вот когда Вячеслав билеты покупал, заказывали. И я тут же стала, конечно же, ему говорить. Он видит все эти изменения со мной, и внешне, и внутренне. И все он это видит, и все это принимает. Но боится, что ли? Он боится выйти с вами на связь. Я понимаю, что, наверное, какой-то страх у него почему-то беседовать с вами. Ну, понятно, почему. Почему? Божественно слышать, кто препятствует. Ну, кто препятствует спасению? Дьявол. Ну, дьявол. Секта пятидесятников по количеству умалишенных, бесноватых, на первом месте стоит. Это мало? У них иногда заканчивались их богослужения полным помешательством всех общин. Общины какая есть. Я их хорошо знаю. Так что бери. Мы поговорим с ним. Игнатий Кихнович, она вот, если он будет против, не то, что там сам он не хочет ехать, а вот если будет препятствовать и мне. То есть, он говорит, я муж, ты жена, ты должна повиноваться мне. То есть, как быть в этом тогда? Я же не могу без его благословления поехать. Ну, и не езди, никто не настаивает. Вопрос-то решается об вас. И скажи, я ценю это? Ты заботишься обо мне? Да обними его, чтобы он увидел, что это другая стала. Он скажет, ну, такую, как одну отпускать-то? Просто и понятно. Раз он сказал нет, значит нет. Я же про это не знал. Я просто думал, вы едете одни. А так нет, а он правильно сказал. Так что тут надо попятиться. Как-то подойди. У меня мама тоже бывала. Родители мамины жили за 35 километров в Боро. А отец-то, он без руки с фронта такой был. Ну, и вот она отпрашивается к родителям. Он говорит, ты недавно была. А все, мать замолкал. Опять недели пройдет, она опять. Они старенькие, могут заболеть. Да ладно заболеть, они уже здоровые были. Но, наконец, мать добьется, что он скажет, ну, ладно, иди. А идти пешком 35 километров? Да долго не задерживайся. Вот и все. Она не нарушала. И он ее отпускал. У нас на пригоне там сено было. Он ее одной рукой-то теребит вилами, коровам дать. А сам все смотрит, откуда она должна прийти. Вот так. Игнатий Тихонович, а как вы смотрите на то, что если вот... То есть я уже к нему раз подходила с этим вопросом о поездке в Потеряевку, о моем крещении. И чтобы еще раз подойти, мне, может быть, перед этим взять пост? Перед этим что? Ну, чтобы перед разговором с мужем еще раз... Чтобы Господь расположил его сердце, мужа. Чтобы еще мне, может быть, пост взять? Ну, еще не против. Ну, это надо только после троицы. Троица пройдет неделя. И после недели, после троицы. Тогда пост накладывай. Сейчас поста такого нету. А вы, женщина, подошла, сказала, чтобы он увидел, что ты другая. И молишь все время. У него ревность. У него ревность ко мне в группе, что я стала больше молиться, что я постоянно-постоянно на молитвах, у нас постоянные занятия. И в нем какая-то воспламенела ревность. И плюс к тому, что я услышала и увидела ваши проповеди, ознакомилась с вашими делами, что вы сделали. То есть у вас все направлено именно для пятидесятников. Сколько у вас противосектантских материалов. Я все это увидела. И ему все это разом ахнуло. Как говорю, вот твои ответы на все твои вопросы. И у него какое-то, не зная вас, какое-то, в общем, отторжение пошло. Страх, отторжение, могу назвать как. Ну, пора. Сколько раз просила, давай побеседуем с Игнатием Тихоновичем. И на все вопросы он тебе все доступно объяснит. Ни я, ни жена, потому что я же женщина. И он не принимает от меня информацию. Ну, а Христос был, его принимали все. Они говорили, не от Бога этот человек. На Христа говорили. Он нарушает субботу. И вот если нас так говорят, написано, когда вас будут гнать и поносить, это шестая глава блаженства. Радуйтесь, веселитесь, велика ваша награда на небесах. Эти люди, которые хулят, обзывают, они венок плетут на голову. Как его поносят. Вот так. Тут еще такого нету. И апостолов гнали. Свои от лжебратьев, как апостол Павел пишет. Мы еще не до крови сражаемся, только говорим. Раз не идет, значит, не настало время. Значит, он не избран. Если будет избран, он сам будет искать. Но вы ему сказали раз, другой, больше не надоедайте. Молитесь. Он вам не запрещает в храм ходить? Нет. Ну и все. У него, смотри, какие хорошие качества-то. Он вас не бьет? Нет. Мы Слово Божие читаем. Он читает. Вместе читаем, рассуждаем. Но какая-то ревность у него. Я тут спрошу маленький вопрос такой у вас. Вы случайно брови, это сказать, веки не красите? Веки нет. У меня до, значит, до этого, до того, как мне прийти в группу, год назад у меня были сделаны, как эти брови делают-то. Ну, красили их. Ну, да. Я вижу, вот где глаза тут кончаются на стену. Это сейчас там как полоска какая-то. Это хорошо. А так я ничего не делаю. Так, а как его звать-то? Владимир. Владимир. Помилуй его, Господи, обрати. Вот я уже помолился о нем. И он усмотрит. Он усмотрит. Ну, все, это да, Оля. Я, чтобы вы поехали, я не против. Но только без разрешения никак. А то ты обратно приедешь, вы приедете, а комната закрыта. А он ушел к другой, и все. Как жена меня бросила. А у них венчания нет, ему какая разница? Это твой венчанный с ним. Ну, я говорю, как может быть. Поэтому сидите дома пока и помаленьку его подтачивайте и говорите. Скажем, вот такое место. Вот смотри, как. Языки эти. 14 глава 1 Коринфян. Если нет толкователя, молчи. А у вас все, как гуси крещатые. Вы же не исполняете. Почему? Там написано, и духи повинуются. Ваши духи вам не повинуются. Если они вначале говорят, она крещит и не может остановиться. Называется гласолалия. Это объяснование. Языки прекратились в 3 веке. Уже Ирине Ильонский об этом пишет. Они не нужны. А зачем нужны, когда в каждом народе есть верующие? Верующие. А когда было мало верующих, нужно было знать другой язык, им свидетельствовать о Боге. И я это все знаю. Я у них проповедником был. Правда, не так большое время, но... Он так чувствует. Он чувствует правду и боится. Я говорю, ты боишься выйти, ты боишься правду услышать. Нет, не боюсь. Но и выходить не выходит. Ну, скажи, я приглашаю его. Поговорим. Библия-то одна. А вы скажите, вот Библия, скажи, ты ее признаешь? Он скажет, да. А теперь скажи, а кто ее написал? А кто ее перевел на русский язык? Кто ее сохранил? И ты увидишь православное, православное, православное везде. Вы же православное. Теперь имя Владимир. Откуда ты взял его? От князя Владимира, которого канонизировала церковь. У вас, может быть, имя было бы не Владимира, а какой-то Вальдемар. Ну, некоторые, которые не верят называть сына, назвал Вилор. А что означает? Первый буквой. Владимир Ильич Ленин, организатор революции. Вилор. Ну, вот Карина, это Карское море, где корабль с челюстинцев застрял. У нас по нашим святкам мужских имен примерно 750 официально, а женских 250. В три раза меньше. У нас как бывает, говорит, брось собаку палкой, а попадешь в Наташку. На каждом шагу они, Наталья, да и Елена. Ну, нету фантазии. А возьмем сейчас правительство. Вот был Владимир. Значит, другой тоже Владимир. У нас мэр разбился Владимир Николаевич. И у него заместитель Владимир Николаевич. То же самое. А у нас тут старший у меня брат Самуил. Я Игнатий. Брат мой, священник Иоаким. Видите, какие имена? Сестренка Марфа. А у матери три брата было. Макари, Филарет, Эммануил. Найди такие имена сегодня. А дедушка был Игорь Иларионович. Илариона тоже не найдешь. Это только Кутузов был. Еще в правительстве Сталина были такие. Климент, Ефремович. Сейчас ни Климента, ни Ефрема нет. Ворошилов. Даже в именах показывается самохотение. А у нас называли, на какой день родился. И там какие имена есть. Четыре имени, допустим. И родители не выбирали. А тот, кто крестил, он и давал ему имя. У меня имя там другое было. И в Тихии. Вот. Крестерин Акентий. Но он назвал меня креститель. Игнатий. И я доволен этим. Ну, все тогда, если вопросов нет. Буду ждать добрых вестей. Спасибо, Христос. Значит, крещение будет у нас нынче 16 июля. К этому времени надо приезжать. Занятия будут идти. И как, что тут Вячеслав весь такой. Он все ведет. Ну, с Богом. Оля, я отхожу. С Богом. Спаси, Христос. Спасибо, Христос. Благодарю. Да, доброго человека привела. Отошел. Спасибо.